Традиционно планерка начинается с подведения итогов за минувшую неделю и в первую очередь это вручение земельных участков многодетным. В список вошли и семьи из Венигорода, где такая практика не проводилась с 2013 года. Также Андрей Иванов рассказал об открытии новой хоккейной площадки в новом городке и перспективах развития этой территории. В следующем году мы продолжим работы по созданию современного многофункционального спортивного пространства в новом городке. Также хочу напомнить, что мы уже приступили к реконструкции нашей среднеобразовательной школы, которая давно в этом нуждалась. Еще один повод для гордости – третье место в списке лучших городов России с населением от 100 до 250 тысяч человек. Рейтинг серьезный составлялся он исходя из 36 индикаторов. Считаю, что это заслуженная оценка. У нас действительно одинцовый уютный и комфортный зеленый город с достаточно развитой инфраструктурой и экономикой. Поэтому высокое место в рейтинге не вызвало большого удивления. Заседание проходило в штатном режиме. Повестку возглавил «Добродел». Показатель эффективности работы в системе на личном контроле главы. Нам удалось сократить количество просрочек по всем остальным категориям и по общему количеству жалоб и по повторным и отложенным обращениям пока такой сверхпозитивной динамики нет. Также на совещании подвели итоги работы штаба по внедрению коммунальной услуги обращения с ТКО и рассказали о результатах проведения форума по вопросам взаимодействия власти и института старост. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.